всем привет сегодня в нашем меню шашлык из свинины спешим выехать на природу ну и конечно же тут без шашлыка не обойтись чтобы мясо получилось сочным и вкусным надо его правильно замариновать чем мы сейчас и займемся берем кусок мяса и разрезаем его вдоль волокон на полоски шириной примерно 5 сантиметров затем каждую полоску мяса визуально делим на равные части и нарезаем поперек волокон на порционные куски весом примерно 50 60 грамм насколько будет мягким и сочным ваш шашлык зависит не только от маринада но и от самого мяса оно должно быть непременно свежим замороженная не подойдет и брать надо свиное яблочко в этом случае в сочетании с правильным маринадом ваш шашлык будет просто идеальным и так мясо мы порезали перекладываем его в миску или любую другую подходящую посуду и отставляем пока в сторону а сами займемся луком разделяем весь лук примерно пополам одну часть нарезаем кружочками лучше всего брать небольшие луковицы так как эти кружочки потом будем насаживать вместе с мясом на шампур и желательно чтобы они при этом сильно не выступали вторую часть лука режем на 4 части здесь размер луковицы значения не имеет главное чтобы было удобно закладывать их мясорубку порезанный лук пропускаем через мясорубку с мелкой решеткой теперь возвращаемся к мясу добавляем к нему соль молотый черный перец сладкую паприку сушеный базилик молотый лук и хорошо перемешиваем затем добавляем лук кольцами еще раз аккуратно перемешиваем чтобы кольца остались целыми в конце вливаем немного воды комнатной температуры это для того чтобы специи лучше растворились и проникли в мясо закрываем миску пищевой пленкой или крышкой и отправляем в холодильник желательно не меньше чем на сутки за это время мясо несколько раз перемешиваем примерно за час до жарки обычно я это делаю перед выездом на природу вливаем мясо подсолнечное масло перемешиваем перекладываем его в лоток и закрываем крышкой так удобнее перевозить поехали вот мы и на месте угли уже доведены до нужного состояния жар умеренный насаживаем теперь наше мясо на шампура чередуя его с луком нанизывать кусочки нужно вдоль волокон без промежутков но и не слишком прижимая их друг другу не забываем вставлять лучок теперь выставляем наш шашлычок в мангал и жарим примерно полчаса на умеренном огне при этом шашлык время от времени переворачиваем и периодически поливаем пиво можно также поливать сухим вином или минеральной водой вот и все сочный очень вкусный шашлык готов приятного аппетита и пусть вам будет вкусно если вам понравился рецепт ставьте лайк жмите колокольчик и подписывайтесь на наш канал и и Продолжение следует...